Здравствуйте, друзья Садовый Экспресс. Мы на даче. Хочу вам рассказать, как готовят свой шаловидный флокс к зиме. Шаловидный флокс это многолетнее травянистое растение, почва покровная. Он стелется по участку, по территории, которую вы наметили, на которой он будет расти. Вот таким ковриком приятным, зеленым. И листочки у него очень остренькие, похожие на шильца. Поэтому называется это растение шаловидный флокс. Прекрасен он своей зеленью вечно зеленой в течение всего сезона. Но также это растение хорошо цветет. Где-то с середины мая до середины июня. В течение трех, иногда даже четырех недель, если не очень жаркая весна-лета. Шаловидный флокс приготовить зиме нетрудно. Но посмотрите, он вечно зеленый. Вот показываю вам уже свои хосты. Они уже были в первой заморозке. 5, минус 6, 5 градусов было минусу. А шаловидный флокс не замерз. Это вас не должно смущать. Он не вымерзает. Даже под снег уходит такой зелененький. Что я делаю? Я его немножечко обкапываю по бокам. Не должно быть дерны, чтобы он развивался и занимался большей площадью весной. И подсыпаю его золой. Все флоксы любят золу. Зола обеспечивает щелочную среду почвы и от вредителей подохраняет растение. И еще, когда установится очень сильный замороз, минус 10, а это еще не скоро, в конце ноября, нужно обязательно вот так вот прикрыть лапником. Лапник сосновый или еловый. Чем-то вот так закрепить по лапникам. Но это когда будут устойчивые морозы. Нельзя закрывать шаловидный флокс с этими полиэтиленовыми мешками, линолеум, рубероидом. Потому что если какие-то будут оттепили, он вас выпьет. А лапник обеспечит воздухопроницательность. Но сейчас еще тепло. Это я для вас показала. Я пока лапником не укрываю. Только к концу ноября или в середине, когда будут морозы. Вот так готовлю свой шаловидный флокс к зиме. Спасибо вам за внимание. Если вы только начали выращивать это почвопокровное растение, то обязательно продолжите выращивание флоксов. Они прекрасны, надежны и красивы. Спасибо.